Здравствуйте! Это новый выпуск программы «Среда», и она сегодня у нас комфортная. В непростое время мы объединяемся, развиваем и развиваемся. Стараемся улучшить и атмосферу вокруг себя. Помогают федеральные проекты. Например, формирование комфортной городской среды, чтобы было больше уютных общественных пространств для взрослых и самых маленьких. С учетом архитектуры, колорита и безопасности для жизни, работы и отдыха. О реализации проекта комфортной городской среды в Белгородской области говорим сегодня с Ольгой Раевской, начальником отдела развития городской среды и благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Рада вас приветствовать. Расскажите, что для вас лично значит комфортная среда и в чем она выражается? Для меня, конечно, прежде всего комфортная городская среда – это эмоции, это то, что мы с вами видим вокруг нас. Это когда мы выходим из дома на улицу, мы видим чистый двор, уютную дворовую территорию, красивую клумбу, пешеходные зоны. Ночью – это, естественно, освещенность территории. Белгородцы, мне кажется, хотят больше видеть зеленых зон в нашем регионе, особенно в летний период такой, как сейчас, больше тени, чтобы было. Насколько такие предпочтения удается учитывать, реализуя тот или иной проект, объект? Это самая главная тема нашего проекта. Необходимо вовлекаться, вовлекать жителей, прежде всего, молодежь в наш проект, да и в решение вопросов развития комфортной городской среды. Чем качественнее мы соберем мнение жителей, тем качественнее мы составим стратегический план развития любого города. Необходимо проводить работу по поиску таких неравнодушных, активных людей, которые будут вести за собой ту общественность, которая будет понимать и знать. А самое главное – настоятельно рекомендовать и органам исполнительной власти, и бизнесу, что люди хотят на той или иной территории. А как правильно взвесить и измерить тот самый комфорт городской среды, чтобы все было объективным и применимым здесь и сейчас? Такой инструмент уже разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Это индекс качества городской среды. Индекс считается на основании 36 индикаторов, из которых это 6 пространств и 6 критериев. Это и безопасность, и комфортность, и экологичность, уличная дорожная сеть, зелененные пространства, общегородские пространства, социально-досуговая инфраструктура и так далее. То есть индекс качества показывает зоны роста конкретного города и показывает управленцам этих городов, на что необходимо в первую очередь обратить внимание. Для Белгородской области индекс качества за 2023 год показал рост по всем показателям и по всем 11 городам Белгородской области. То есть мы впереди, в лидерах? Да, мы перевыполняем свой план по федеральному проекту. Доля благоустроенных городов составляет 91%. Хотя я знаю, что к 2030 году нужно хорошо бы увеличить эту долю российских городов с благоприятной средой до 80%. То есть мы перевыполняем план? Да, мы перевыполняем. В 2024? Да, все правильно. Хорошо, раз это федеральный проект, то можно ли говорить о едином стандарте каком-то, который должны учитывать регионы? Или все-таки каждый регион по своему уникальному пути? Скорее каждый регион развивается по своему направлению. Если мы, например, рассмотрим Юг России, то, конечно, в приоритете у них их культура, традиции, самобытности. Но еще есть главная составляющая – это туристический поток, который тоже участвует в развитии. Есть что-то новое – это оцифровка территории не только для безопасности, но и для правильного расчета ее содержания. Также многослойность общественного пространства. Но если говорить о стандарте, то такой стандарт у нас есть. Это национальный проект «Жилье и городская среда». Но если работать над смысловой нагрузкой каждой отдельной территории, то она должна самостоятельно это все делать, потому что на ее формирование влияет история региона, история места, промышленная ситуация, традиции, культура, климатические особенности и многое другое. Поэтому стандарта нет. Давайте тогда в наш регион все-таки вернемся и поговорим о том, что уже запланировано на этот год, выполнено, что идет сейчас в работе, что нам ждать. В текущем году у нас запланировано благоустроить 28 общественных пространств и 3 дворовые территории. В настоящее время у нас уже выполнено благоустройство трех дворовых территорий в Белгородском районе, двух общественных пространств в Староскольском городском округе. Это сквер Финист. Это территория у родника Креница. А также в ближайшее время три общественных пространства в городе Белгороде, в Веделевском районе, будут рады встретить своих посетителей. Успеем до конца года весь объем выполнить? По-моему, это 31 пространство, да? Да, все правильно. Конечно, успеем. Насколько жители активно включаются в проект формирования комфортной городской среды? Как голосование проходит? У нас все жители Белгородской области неравнодушны. И каждый год их количество увеличивается. На сегодняшний день уже более 30% населения Белгородской области старше 14 лет приняли участие и внесли свой вклад в развитие городской среды, чтобы наш регион стал более комфортнее, безопаснее для всех нас. Так, для сравнения, при плане 25% населения, вовлечения населения, мы в прошлом году перевыполнили, и этот процент составил 32. Опять перевыполнили? Перевыполнили, да. И так каждый год, если для сравнения с 22-м годом, то мы перевыполнили практически на 5% этот показатель. И, безусловно, уровень удовлетворенности точно так же растет. Каждый человек, даже нет, любой человек, который ждет этого благоустройства, он согласовывает схему, допустим, дворовой территории, утверждает ее на общем собрании, контролирует ход работ, и когда включается чувство хозяина территории, так же появляется и ответственность за ее содержание. Вот, хотела уточнить, насколько вы чувствуете отдачу от белгородцев? Стали ли они бережнее относиться к той или иной территории, которая уже стала лучше, которую благоустроили? Да, конечно, мы и видим отдачу, и так приятно, когда работы завершены, и спустя какое-то время, когда мы возвращаемся на те территории, которые благоустроили даже в 2019 году, все в прекрасном состоянии. У людей это также пользуется спросом. А проект ФКГС еще, знаю, объединяет и молодежь, и вовлекает в общественную жизнь молодое население. И, например, в голосовании участвовали молодые добровольцы, они помогали людям в отдаленных населенных пунктах понять, разобраться, что нужно делать, какие выбрать проекты. Чем они еще были полезны? Как они потом участвуют в реализации того или иного проекта? Вообще процесс вовлечения это касается любого человека, нас, вами, родных, близких, людей, живущих в одном районе или городе. Проект интересен для всех. И большую, огромную поддержку нам оказывают наши волонтеры, добровольцы, и просто неравнодушные люди, которые в непростых условиях оказывают нам различную поддержку. И при голосовании всероссийском, когда мы отбираем общественные территории, и в самой реализации тех или иных проектов они также участвуют у нас. Какая статистика по муниципалитетам? Кто активнее голосует и вообще вовлечен в процесс благоустройства комфортной городской среды на своей малой территории? Это больше селяне или городские жители? Каждый год у нас все по-разному. Кто-то включается в голосование или вовлечение на начальном этапе, кто-то на финальном. Разрабатывается дизайн проекта, конечно же, на уровне муниципалитета, но в дальнейшем каждое проектное решение выносится на общественное обсуждение, где люди предлагают свои идеи, где установить какой-то маф или какую-то инфраструктуру подтянуть. Процесс начинается с того, что проект предложили, рассмотрели, доработали, добавили самых главных инструментов, как безопасность, комфортность, разнообразие, экологичность добавили. Те самые стандарты и критерии. Да, да, чтобы повысить индекс качества городской среды. И когда все это на выходе... Обсудили с жителями? Да, да, безусловно, обсудили с жителями. Они очень у нас активны, очень много идей, и это приветствуется. И хотелось бы, чтобы с каждым годом эта вовлеченность у нас росла. Хорошо, давайте поговорим про экономическую составляющую. Если вы говорите, что это место должно стать точкой притяжения, объединять людей и их досуг развивать, то, наверное, там должна быть... Вы уже говорили про инфраструктуру. Она тоже должна быть комфортная. То есть, что там может быть? Пекарни, точки с кофемашинами, кофепредложениями. Может быть, это сувенирная продукция какая-то. Вот насколько проект и та или иная территория, которая уже готова, уже благоустроена, становится притяжением для предпринимателей? Точкой притяжения. Это тоже одно из основных направлений при благоустройстве, чтобы территория на выходе отдавала какой-то эффект и доход в бюджет. То есть, при аренде тех же самых павильонов, которые устанавливаются у нас при благоустройстве, туда заходит бизнес. И мы получаем, то есть, муниципальные бюджеты получают доход. Окупаемся. Окупаемся, конечно, безусловно. Особенно такое используется при масштабных проектах, которые у нас победили на всероссийском конкурсе. Например? Например, это город Губкин. Теплый колодец. Да, это прекрасный проект. И он дальше продолжает свое расширение. Там и есть точки притяжения. И бизнес туда зашел. И в дальнейшем будет еще развитие его. А что с памятниками и историческими местами? Как они вписываются в проект ФКГС? В рамках федерального проекта мы, конечно же, благоустраиваем территории памятников, обелисков, стел, если это, конечно же, предложили жители. Так, в текущем году мы благоустраиваем сквер по улице Садовая в городе Белгороде, на территории которого установлен памятник героям Великой Отечественной войны. В предыдущие годы, с 2019-го мы благоустроили братские могилы. В поселке Чернянка мы благоустроили сквер скорбящей матери. То есть, да, оно вписывается, и мы это обязательно делаем. Учитывается. Те федеральные средства, которые сейчас вкладывают, дают огромный положительный эффект. Это самое главное, что здесь это наши эмоции, чтобы люди оставались жить в том городе, где они родились, приехали работать, чтобы это было местом притяжения, местом роста. А есть ли у вас свой собственный рейтинг, ну, например, топ-3 российских городов, которые полностью соответствуют критериям комфортной городской среды, ну, для вас лично, да? Я знаю, у вас есть опыт проживания не только в Белгородской области, в других регионах. Вот что скажете? Да, родилась я в Ставропольском крае, в маленьком поселке, потом в связи с работой отца пришлось переехать на север, то есть с юга на север. Полярно. Очень сильно поменялось климат и подходы, когда взрослеешь, ты бываешь и на юге, и на севере, видишь, как развиваются города, даже маленькие населенные пункты. И для меня, конечно же, самым лучшим и благоустроенным городом является Белгород. Все-таки? Все-таки Белгород, да. Это самый лучший город в России. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Мы поговорили о такой благодатной почвы. И давайте оставаться здесь для того, чтобы развивать и улучшать наш город и область. Редактор субтитров А.Семкин